Прямо напротив ЦУМа может появиться его прямой конкурент. Из Домобыта хотят сделать современный торговый комплекс. Реставрацию затеяло руководство, городское управление эксплуатации нежилых помещений. Но чтобы приступить к ремонту, здание нужно освободить. На сегодняшний день мы предполагаем использование своих площадей немножко в другом ракурсе. Вы прекрасно видите в каком состоянии на сегодняшний день находится здание, которое расположено в центре города Орла. Последний раз его, наверное, ремонтировали в 1972 году, когда его сдавали в эксплуатацию. Договоры с большинством арендаторов руководство ОНП уже расторгло. И это стало первой причиной негодования предпринимателей. Например, у меня срок действия договора не истек. Срок на 5 лет. Я понимаю, что там стоит пунктик, и там много пунктиков, в связи с чем вы можете их расторгнуть. Со своими жалобами они дошли до руководства города. Но там же ведь 40 предпринимателей, которые тоже жители города. Там же порядка 200 работников, которые тоже жители города, и члены их семей. Но почему нельзя сохранить текущее арендное отношение и проводить реконструкцию? Потому что в ходе реконструкции текущих помещений не сохранится. Руководство здания попросило собственников покинуть помещение до 31 декабря. В начале следующего года здесь планируются серьезные ремонтные работы. Если с арендаторами, в общем-то, все понятно, их попросили съехать, то что будет с собственниками, пока не ясно. Им в доме быта принадлежит 10% помещений. И это уже второе препятствие на пути модернизации здания. Предпринимателя насильно может лишить права собственности только суд. И то, если он таковой инстанцией признан банкротом. Гражданский кодекс. Условий никаких не предложено. Мы должны будем освободить помещение на третьем этаже, так как администрация предлагает реконструировать помещение внутри, первые, вторые и третьи этажи, для дальнейшей сдачи в аренду по более дорогой цене. Ради устранения препятствий стороны уже дважды собирались на вот такие встречи. Но оба раза безрезультатно. Мы пытаемся услышать друг друга, никто на штыки не становится. Каждый, конечно, достаточно рьяно защищает свою точку его зрения, но готов слушать мнение другой стороны. В третий раз за стол переговоров заинтересованные сядут через неделю. Предприниматели решили, что придут со своим юристом.